В морских змей существует множество видов, которые в основном обитают в тропических водах Индийского и Тихого океанов. Считается, что они произошли от сухопутных змей в Австралии и приспособились к жизни в мелких прибрежных водах. На самом деле удивительно то, что их яд гораздо сильнее, чем у их сухопутных родственников. Причина такой ядовитости заключается в том, что они едят рыбу и это означает, что они должны как можно быстрее обездвижить свою жертву, чтобы предотвратить ее побег и не позволить себя ранить. Кроме того, рыбы менее чувствительны к змеиному яду, чем теплокровные животные, поэтому яд этих змей должен быть более токсичный. Его действие, подобно действию яда кобры и других представителей семейства аспидовых, не вызывает кровоизлияния и опухолей, а подавляет передачу нервных импульсов, что приводит к дыхательному параличу и быстрой гибели укушенного животного. Анатомия морских змей сильно отличается от сухопутных змей. При этом, в первую очередь, заметна сплюченность хвоста с боков. Это связано с тем, что это повышает их подвижность в морской среде. У морских змей правая легкая сильно увеличена и доходит до хвоста. Частично легкая служит гидростатическим органом, наподобие плавательного пузыря у рыб. Морская змея не может захлебнуться и утонуть, хотя у нее и нет жабр. Поднявшись на поверхность, она выставляет из воды кончик морды с ноздрями и вдыхает в воздух единственное легкое. Чтобы при нырянии вода не проникла в дыхательные пути, ноздри снабжены специальными запирающими клапанами. На самом деле, есть две причины, почему морские змеи считаются гораздо менее опасными, чем сухопутные змеи. Во-первых, они, как правило, застенчивые и гораздо менее агрессивные. Кроме того, они, как правило, совершают сухой укус, то есть яд не водится. Очень маловероятно, что в человека могут вести яд, и хорошей новостью является то, что существуют определенные противоядия. Из всех видов морских змей существуют три вида, которые заслуживают упоминания. Носатая энгендрина является одной из самых ядовитых змей на Земле. Ее яд почти в восемь раз сильнее, чем у кобры. Одной капли достаточно, чтобы убить троих человек. Ее также считают более агрессивной, чем большинство других морских змей. Яд носатой энгендрины содержит как нейротоксины, так и миотоксины, в то время как первые убьют вас благодаря дыхательному параличу, вторые начнут расщеплять мышцы, причиняя мучительную боль. Несмотря на эти признаки, известно о нескольких смертельных случаях, в которых виновна эта змея, она чаще встречается в более глубоких водах. Большинство укусов доставались рыбакам, во время проверки своих сетей. Второй морской змеей, которая достойна упоминания, является морская змея Белчера, потому что она часто упоминается как змея, обладающая сильным ядом. Часто утверждается, что ее яд в сто раз сильнее, чем даже у тайпана Макоя. Это некоторое преувеличение, но яд безусловно как у тайпана. Хорошая новость, морская змея Белчера часто описывается как обладающая дружественным характером. Самой ядовитой морской змеей считается морская змея Дюбуа, которая после тайпана Макоя и восточно-коричневой змеи – третья по ядовитости змея в мире. Она обладает средней агрессивностью, то есть будет кусаться, если ее спровоцировать, но не спонтанно. Недавнее исследование, опубликованное 19 августа 2021 года, сообщает, что морские змеи нападают на людей, по-видимому, в результате ошибочной идентификации во время сексуальных игр. Авторы исследования пишут, что быстрые приближения возбужденных самцов, легко интерпретируемые как атаки, часто происходили после того, как ухаживающий самец терял контакт с самкой, которую он преследовал, после взаимодействия между соперничающими самцами или когда дайвер пытался уплыть от самца. Они добавили, что это может непреднамеренно имитировать реакцию самок-змей на ухаживание, побуждая самцов броситься в погоню. Эти закономерности указывали на то, что похотливые рептилии ошибочно принимали дайвера либо за потенциального партнера, либо за соперника самца. Мысль о том, что морская змея принимает дайвера за чешующее твою родственную душу, все еще может звучать нелепо. Однако в статье утверждается, что зрение морских змей намного хуже, чем у их собратьев, живущих на суше, что объясняет редкий случай приближения самых змей дайверам. Они часто пытались уплыть от своих потенциальных женихов-самцов и ошибочно принимали человека за коралловое образование, за которым они могли спрятаться. Чтобы избежать нападений отвергнутых змей-самцов, исследователи призвали дайверов сохранять спокойствие и избегать возмездия. Лучшая стратегия для дайверов в такой ситуации может заключаться в том, чтобы позволить змее исследовать их и, в частности, позволить змее исследовать химические сигналы своим языком, написала команда в исследовании. Попытка бежать, вероятно, будет тщетной и может даже усилить пыл преследования. И попытка отогнать животное может спровоцировать возмездие. Другими словами, не перестарайтесь. В Австралии, только на северном побережье, на котором обитает более 32 видов морских змей, за последние 80 лет зафиксирована только одна смерть от укуса морской змеи. Этот шокирующий инцидент произошел в 2018 году с 23-летним британским рыбаком Гарри Эвансоном, которого укусил полосатый морской крайт, запутавшись в креветочной сети у северо-востока Австралии. Рыбаки поднимали сеть, и там была змея, которая и укусила Гарри. Его отправили в низкоют, он чувствовался неплохо и не стал жаловаться на здоровье. Гарри сказал коллеге, что он чувствует себя прекрасно, собирается принять душ и положить антисептик на укус. Его мама Шерон сказала, что он не суетился. Тогда его глаза закатились, и он некоторое время терял и снова приходил в сознание. Они были в четырех часах от суши. В этом районе находились другие лодки, и они бросились помогать. Но было очень мало времени, мы просто не можем поверить в то, что произошло. Ему невероятно не повезло. Экипаж на рыболовном трауле потратил три часа, отчаянно пытаясь сохранить живых молодого человека после того, как его укусили за большой палец. Тем не менее, его не удалось спасти. Вот в принципе и все о морских змеях. Подписывайтесь на канал, если не подписались, и до скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok